значит права путина и специальную военную операцию там было ли это предопределено ну да у коммунистов дотриминистическая картина мира и для них это действительно была предопределен а это правда вообще диалектическая логика да но она как бы детерминистическое в итоге все в итоге предопределено поэтому коммунисты во многом считают, что соответственно да. 53. ...и о том, как это будет. Мы опубликовали на сайте стенограмму того эфира причины кризиса в мире, а его... ...можем переходить к следующей рубрике, к вопросам от слушателей. Кстати, да, напоминаю, что Шульман является иноагентом, мы абсолютно не поддерживаем ее деятельность и все такое. Как-то так. И будем критиковать сейчас злостно. Вопросы от слушателей. Раз уж вы упоминали о марксистах, то вот вам такой вопрос. Роман Касьянов спрашивает вас в Твиттере Эхо. Григорий Юдин в интервью сказал, что Путина война не причина кризиса в мире, а его симптомы. И если не он, то появился бы другой Путин и делал бы примерно то же. Насколько Путина его война были предопределены, что делать для предотвращения этого в будущем? Очень хороший вопрос. Тот же самый вопрос задавали себе те историки, которые исследовали фашистскую Германию. Был ли это неизбежно? Ой, а при чем здесь фашистская Германия? А, ну ладно. С точки зрения неизбежности, с точки зрения неизбежности, понятное дело, ну, с точки зрения неизбежности, да, диалектического материализма и прочей хуйни такой, да, предопределено, конечно. Все, все предопределено, вообще все предопределено. То есть, если вы исходите с предпосылки, что все предопределено, предопределено то, что вы сейчас покакаете, предопределено то, что вы пьете чашку чая, предопределено то, что будет специальная военная операция, предопределена война, там, я не знаю, Пелопонесская война, предопределена любая война за всю историю человечества, предопределена Вторая мировая, Первая мировая, и все войны предопределены, очевидно. Просто вот, если вы исходите с такой предпосылки, ну, далеко не все из нее исходят. Мы с вами в этом эфире уже упоминали тот принцип, который мне кажется довольно валидным для попыток ответов на такие вопросы. Звучит он следующим образом, а принадлежит немецким историографам. No Hitler, no Holocaust. Нет ножек, нет мультиков. Нет Гитлера, нет Холокоста. Что имеется в виду? Вот смотрите, на немецком примере, поскольку время уже прошло, оно как-то выразитнее. Выглядит хотя прямых исторических параллелей. Ну, проблема заключается в том, что коммунисты как раз думают, что влияние личности на историю является нулевым. Вот. Потому что личности это как бы вот здесь вот знаете, это что-то вторичное. А непосредственно... Ты опять дис хочешь на себя? Так вот, это нечто вторичное. А соответственно, уже сами события, они первичные. То есть, по мнению коммунистов, действительно, за место Гитлера появился бы другой Гитлер. Ну, как бы другой человек, который занял бы похожие позиции и устроил нечто абсолютно вот схожее. Вот. Как-то так. Потому что все движется по диалектическим законам. Тезис, антитезис, синтез. То есть, какое-то что-то позитивное, положительное. Ну, положительное. Некое событие, потом его отрицание, потом их смешение получается. Как-то так. Мы не проводим. Продолжаем не проводить. Нетрудно было догадаться, что слабая Веймарская республика в условиях последствий военного поражения, экономической нестабильности, галлопирующей инфляции, будет, видимо, сметена или трансформируется в... Ну, маргинал, кстати, вот от коммунистов унаследовал этот тейк. Ну, он много чего унаследовал, конечно. Вот. Но конкретно это одно из самых ярких проявлений коммунистического прошлого маргинала того же. Да, убеждение в том, что влияние личности на историю является незначительным. Ну, любым. Вообще нулевым. Вот. Марксисты здесь поддерживают эту позицию. Более авторитарную модель, что она неустойчива. Могло быть, так сказать, предположено с высокой долей вероятности, что эта трансформация произойдет из-за рессентимента и будет питаться энергией этого рессентимента. То есть, проще говоря, обиды на проигранную войну. Что придет какой-то демагог, какой-то популист, как мы бы сейчас сказали, который, пользуясь этими настроениями, будет стараться власть концентрировать в своих руках. Также с высокой долей вероятности можно было сказать, что такой новый режим будет пытаться войну переиграть по-своему. То есть, скорее всего, вот эта новая, так сказать, политическая Германия может напасть на Польшу и на Францию. Это самое очевидное. А кандидаты для того, чтобы как-то вот исправить ошибки или там неудачи Первой мировой войны. Это было предсказуемо. То есть, действительно, если бы это был не Адольф Гитлер, то, наверное, какой-то другой нашелся бы товарищ, который собирал бы вокруг себя недовольных, прежде всего, бывших военных, отслуживших воевавших в Первую мировую и наиболее, так сказать... Нет, это имеет смысл. Просто у Шульман менее индоктринированная позиция в данном случае. В том плане, что, ну, она не является в данном случае каким-то тотальным таким... Как бы это сказать? Она не является тотальным здесь... Детерминистом тотальным, да? Не является тотальным детерминистом. И в этом плане она... Ну, не знаю. Более того, она не является, наверное, каким-то радикальным индетерминистом. Что самое главное. Она здесь, наверное, даже не делает похожие тейки. То есть, вообще, на самом деле, на самом деле, наверное, по марксистам было бы вообще просто бессмысленно говорить, а что было бы вообще в принципе, вот, просто все предопределено, никакой личности, личного никакого влияния здесь нет, просто вот определенные силы диалектические поставили Гитлера на его собственное место, Гитлера мы осуждаем, кстати, глубочайше, вот, и благодаря тому, что вот эти вот материальные там и всякие другие диалектические силы поставили его на это место, он и смог, соответственно, заниматься тем, чем занимался, вот, вот и все. И это должно было произойти, по-другому быть не могло, по их мнению. Но при этом большинство людей, наверное, думает иначе, большинство людей, наверное, думает, что могло произойти по-другому, как-то так. Несчастливых своим новым положением и положением своей страны. Но, именно Адольф Гитлер был повернут на евреях, по какой-то своей причине. А поскольку он именно стал тем человеком, который консолидировал власть в своих руках, смел прежнее правительство и установил вот эту новую форму авторитаризма на тоталитарных, то есть идеологических основаниях, то все остальные ему, естественно, кивали, поддакивали, делали... Не, ну что, я, в принципе, с ней согласен. Просто я понимаю, марксисты сейчас начали мяться, там, вот это вот, что-то, а-а-а, улыбаться и вся эта хуйня, но просто то, что они сейчас будут отвечать, скорее всего, это просто часть их доктрины, то есть их маня фантазии метафизического характера. И то, что он говорит, и далее вся вот эта вот бюрократическая машина нацистской Германии собралась на Ванзейской конференции небезызвестной, тут музей есть недалеко, и решила, как они будут уничтожать евреев. То есть, был бы другой, была бы, скорее всего, война. Но был бы другой, вряд ли была бы вот эта массированная кампания именно по истреблению еврейского народа, потому что это была его, так сказать, персональная странность, амплифицированная до чудовищных масштабов свойствами диктатуры. Смотрим теперь на наш удивительный случай. Значит, российский рессентимент... К евреям против евреев ничего не имею. Освенцам осуждаю. Осуждаю нацизм, Гитлера осуждаю, Геббелеса осуждаю, всех осуждаю. ...советский был не то чтобы предопределен, но, в общем, вероятен. Можно было предположить, что появится такая власть, которая будет эти эмоции использовать. Также можно предположить, что в стране с преимущественно ресурсно-ориентированной экономикой, любая власть... Как-то, блядь, они вообще реагируют? Они реагируют на контент или просто сидят и за голову дерутся? ...сторой захочет усилиться, будет консолидировать эти ресурсы своих... ...типа, суть их контента коммунистического заключается в том, что они такие... ... Ну, девчуля, кстати, ничего. Я бы ее это обобществил, как говорится. Ну, так, знаете, по-коммунистически, по-ленински. Потому что они там вдвоем сидят, мне не нравится, ну, то есть, у него как бы вумен есть, ну, значит, надо ее всем раздать. Его жену должна толпа сажать, я считаю, по коммунистическим канонам. А то как-то нехорошо. Надо поделиться. Надо поделиться с женой, срочно. Мужчинам должен быть доступен секс с его женщиной так же легко, как и выпить стакан воды, я считаю. Ну вот, если вы коммунист, вы должны быть готовы к тому, что вашу жену, женщину смогут взять в любую секунду так же просто и легко, как выпить стакан воды. Спасибо большое, Валерия. Спасибо большое. Так сказать, консолидации на авторитарных началах можно было предсказать. Из этого тоже не следует, что это было предопределено. В социальном пространстве не бывает никакой эквифинальности. Ничто не предопределено, потому что все решается мириадами выборов, миллионов людей в каждую единицу времени. Так вот, если... Неожиданно я опять же с Шульман скорее согласен. Ой, смотрите, смотрите, они смеются. Смотрите, смотрите, представители секты тупых, в общем-то, коммунистов просто смеются и не могут ничего аргументировать. Смотрите, смотрите, блядь, это же просто зоопарк. То есть Шульман сейчас озвучила наиболее простую, наиболее как бы понятную идею, которая только может себе вообразить, да, в этом плане. Которая объясняет все, что происходит в истории и при этом не заставляет допускать какую-то шизодиалектическую логику, еще какую-то магическую хуйню, да. И тут сидят сектанты, в общем-то, и просто смеются без аргументов. Вы понимаете? Вы понимаете, насколько это, ну, как бы, уровень шизофрении? Авторитарная консолидация. И, например, определенный изоляционизм, враждебность по отношению к внешнему миру, желание что-то вернуть утраченное и каким-то образом... Может, они звук забыли включить просто? Я хуй не знаю. Распространить свой контроль на постсоветское пространство могли бы быть предсказуемыми для такого режима, если у него будет много денег. А, они там потом перейдут в режим вещания, я понял, я понял, я принял, аааа... Но то, что у нас с вами будет лидер, который каким-то образом увлекся историей определенного периода и украинским вопросом, совершенно предопределено не было. Был бы кто-нибудь другой, наверное, он бы тоже собирал нефтяные компании в государственных руках, наверное, тоже бы старался деполитизировать граждан, чтобы распоряжаться этими ресурсами более бесконтрольно, и, наверное, пытался бы каким-то образом изобразить, что он тоже Советский Союз, не являясь Советским Союзом. Но то, что именно воевать танками, ехать на Киев, вот это вот персональная... В смысле, воевать СВО, это же операция, все дела. Так сказать, маленькая странность, которая... Что несет эта женщина? ...вот этой жуткой лупой автократии... И пупой. Лупой и пупой автократии. ...увеличивается до таких чудовищных размеров. Вот, собственно, мой несколько длинный ответ на этот вопрос, который, опять же, легче задать, чем на него ответить. Следующий. Мама. Мамочка моя. Хочется сказать что-то. А вот сейчас будут отвечать люди несоизмеримо более глупые, чем сама Шульман. Готовы, дети? Да, капитан? Побери, что ты такое несешь. Угу. Значит, если... Почему их голоса, как будто бы у людей из мультиков? Кто-то не понял. Так. У Гитлера была такая персональная странность, вы знаете? Он был помешан на евреях. Если рассказать Шульман, что нацисты уничтожали не только евреев, скорее всего, это повергнет... Ну, я же говорю... Я говорю, короче, речь умсы на отсталых пошли неожиданно. Пошли речь умсы на отсталых. Все нормально. Ну, бывает, бывает. Люди бывают умсы на отсталыми. Ну, что же тут поделаешь? Что же тут поделаешь? Вот как-то так. Ну, вот. Как будто бы то, что они сейчас сказали, это хоть какой-то контраргумент, Шульман. Причем это еще издается с таким, знаете, пафосом, как будто бы они какие-то... Ну, всем понятные вещи сейчас говорят. Вот это как будто бы аргумент и так всем известен, а тупая Шульман хуйню какую-то сказала. Ну, во-первых, да, конечно, в лагерях смерти были не только евреи. Безусловно. Безусловно, не только евреи. Славяне тоже были. Много кто еще там был, на самом деле. Это грустно. Но, в принципе, непосредственно вот это акцентированное внимание на Холокост и евреев, да, ну, как бы... Почему оно такое сконцентрированное? Потому что евреи, как бы, да, они там собирались, ну, очень уж намеренно и истребляли их довольно намеренно и довольно, как бы, так скажем, давно. И мы это осуждаем, безусловно. Это ужасно. Это трагедия для человечества и трагедия для еврейского народа. Приветствую, парк. Рад видеть. Это реально большая трагедия в данном случае. То есть... Но при этом это не отменяет ее слова, простите. Ее в шок. Ну да. Она, видимо, не в курсе, как бы, что все, кто не арийцы, те должны в печах гореть. Ну, почему? Рабами могут быть. Могут трудиться на арийцев. Ну, они не шарят за Майн Камф, короче. Короче, как всегда, как всегда, короче, короче, как всегда. Блядь. Я не могу сейчас, как бы, высказать некоторые вещи, да, которые были бы правдивы, да, из какого времени там нацисты начали, там, уничтожать кучу народа, по сути, и так далее, и так далее. Я здесь обо всем этом промолчу, потому что нацизм мы глубочайше не одобряем, просто глубочайше не одобряем. Нацизм это отвратительно, плохо, все, что было при нацизме, ужасно. Но эти люди, в принципе, не понимают, о чем они говорят, они пользуются, собственно, стереотипами очень поверхностными. Вот так вот. При том, что Шульман, судя по всему, обладает некоторой информированностью в данном вопросе. А Майн Камф действительно скучная книга, тетраграмматон, согласен. В принципе, да, теоретически, да. Ну, Рабами, да. Да, но ладно, ладно, хорошо. То есть была у него такая странность. У Путина, у Путина тоже есть странность. Ну, как у Гитлера, вы понимаете. Значит, странность Путина заключается в двух аспектах. Аспект первый. Он любит пирожное? Нет. Он, значит, реставрирует Советский Союз. То есть он, как советский человек, он вот сейчас занимается тем, что воссоздает советскость. То есть то, что не является Советским Союзом, но он бы хотел, чтобы это было как Советский Союз, с его, видимо, мощной экономикой, с мощным суверенитетом, с тем, что он представлял собой во внешнем. Спокой ночи, Владислав. В политике, значит, Путин реставрирует в этом смысле советскость. И второй момент, Путин помешан на Украине. Ну, нам только что так сказали. У него тоже, да, есть такое вот. То есть историческое... Валерия, осуждаем то, что вы написали? Ну, как бы... Историческая наука идет нахер. Какая нахуй историческая наука? При чем здесь историческая наука вообще? Историческая наука ничего не знает и не говорит про страсти и нестрасти. И про детерминизм, кстати, историческая наука тоже ничего не говорит. Упс, блядь. А, ну я понимаю, что они под исторической наукой подразумевают диалектический материализм, ребят. Давайте просто понимать, что сейчас люди на языке ебаных сектантов пытаются нам донести, что на самом деле настоящей исторической наукой является диалектический материализм. Важно это не забывать. вот ну да ладно конечно объективные условия на там пытается что-то про них сказать и говорит что да ну они конечно влияют на исторический процесс но тут появляется внезапный гитлер вы понимаете появляется внезапный гитлер появляется внезапный путин и бах жух бух тут значит осуществляется холокост здесь значит она украину путин все вот так вот нет на самом деле это забавно да вот когда ее слушаешь да она рассказывает про гитлера нормальные картины довольно ремесленные посреди посредственные ремесленные нормальные но не всего конечно читал маркса ничего про прибавочную стоимость не думаю не буду высказываться в данном случае не компетентен но все-таки да она сказала про условия да блять это же тупые коммунисты сектанты я повторюсь причем эти вроде бы даже не умные то есть есть более-менее умные вот есть соответственно более-менее умные которые еще могут описать сложные процессы это ну прям совсем тупые которые даже не понимать что их оппонент сказал большому сожалению мы сейчас не наблюдаем высокоинтеллектуальных коммунистов такие существуют мифологии правда но существ нет ну не только в мифологии вообще такие реально существуют и они бы смогли хоть как-то ответить шульман да соответственно наверное наверное попов но может быть попов хотя я не думаю что попов бы смог бы шульман здесь ответить тоже наверное дед бы не потащить не затащил то есть вместо того чтобы опровергать позицию оппонента они просто воспроизводят свою позицию понимаете в чем дело когда ваше опровержение заключается в том что вы просто как бы воспроизводите свою позицию вы уж точно не становитесь сильнее оппонента более того ну да 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 то есть они они короче взяли они просто попытание просто пытаются давайте так какой метод они сейчас используют они пытаются обесценить позицию шульман предлагая нам пугало ее позиции в более упрощенном виде большом дело вот и все типа ой появляется внизу просто так вот почесал попку там гитлер и все ха 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 блять то есть это обесценивание позиции они ее не поняли скорее всего даже то есть не даже не понимать чем они имеют дело с каким набором высказывания нихуево послушали посмеялись там подрачили друг другу под столом ну и все как бы конец весь конец их обзора это реально грустно это реально грустно потому что в целом коммунисту марксисту есть что ответить шульман данном случае как по крайней мере про диалектические законы да диалектические законы не доказаны и так далее так далее так далее но просто смотрите да когда вы озвучиваете позицию ваш оппонент озвучивает позицию при том позиция вашего оппонента на несколько порядков проще и лучше объясняет действительность а ваша позиция она как бы не так и популярна с другой стороны, да, ну, блядь, надо бы поаргументировать, ну, надо бы, блядь, постараться, ну, надо бы, блядь, послушать, посмотреть, а чё там у оппонента. Более того, Шульман, она реально, ну, в разы более авторитетный человек, чем они. Она и, собственно, доктор или кандидат политологии, вот, собственно, я не знаю, да, она кандидат или доктор, собственно, политических наук, или как они там называются, кстати. А, а, если вообще политические науки, я уже забыл, может, социологических наук этих самых, хуй ее знает, но вы понимаете, то есть она здесь авторитетнее, как ученый, соответственно, как вот представитель определенных дисциплин, связанных с политикой, она более компетентно и хорошо разговаривает, она лучше спорит, я замечу, как бы, да, то есть они бы не вывезли дискуссию с ней, она бы их уничтожила, без шансов вообще на реабилитацию, и они позволяют себе неуважение к Шульману в данном случае, в том вопросе, в котором она ответила довольно неплохо. При том, что они находятся заведомо в более слабой позиции, потому что их позиция менее популярна и требует большего количества допущений, то есть они проявляют неуважение к оппоненту, когда они сами находятся в абсолютно невыгодной позиции при этом, это грустно. Вот. Беймарскую республику, да, до Гитлера, приходы к власти, все нормально, нормально, все, потом резко появляется, а потом резко внезапный Гитлер, да, то есть такой, ну, у Гитлера была такая особенность, он не любил евреев, и ты такой, что ты несешь, у тебя вроде все нормально до этого получалось. Ну, я вам говорю, понимание исторических процессов идет нахер, вот. Шульман это... Да, понимание исторических процессов, оно только может быть через диалектический материализм, конечно. Конечно, нормальные, здоровые историки никак не понимают историю через диалектический материализм, я замечу, да, но да ладно. Именно так работает. Да, да, именно так и работает. И... Чего там Путин у себя в руках нефтянку собрал? Да, я в этот момент не очень интересно, по этой логике он должен пытаться захватить не Украину, в которой нет нефтянки, а должен наступать на... Блядь, да вы слушали, что она вообще говорит, дебилы, господи. Ну, серьезно, блин. Ну, блин, проблема в том, что они даже не слушали. Ну, куда? Где там нефтянка есть? В Саудовской Аравии воевать он должен, да, вот туда он должен, это, легионы наши туда двинуть. Чего ты, блядь, поддакиваешь? Зачем ты поддакиваешь ему? Он хуйню несет, он. Блин. Тут еще проблема, что они вдвоем. Ладно, я могу простить одного человека, когда он хуево прослушал что-то и пытается это критиковать, и у него не получается. Ну, блядь, а ты ему поддакиваешь, он, он очевидно хуйню какую-то несет, она не про это вообще говорила. Она сказала, что, в принципе, ну, почти кто угодно на месте Путина, будь там какой-то местный, да, вот такой вот, получается, как это она бы выразилась, диктатор, а я не считаю, что Путин диктатор, но она бы выразилась, что он диктатор. Вот. Да, соответственно, как и все диктаторы в СНГ, собирали бы ресурсы, по возможности нефть, газ, все такое, да, тоже бы к рукам прибирали бы, скорее всего. То есть, она считает, что это довольно рациональные процессы, за которые, ну, которые произошли бы практически при любом правителе, особенно, если бы он был такого авторитарной наклонности, да, вот в таком случае это бы произошло, ну, вот в любом случае. Но конкретно, вот конкретное событие, то есть СВО не произошло бы, потому что, ну, не каждый бы правитель имел бы какие-то претензии к Украине, допустим, да, не каждый правитель пытался бы эту Украину так или иначе, то есть, на самом деле, на самом деле, на самом деле, ее позицию здесь можно было бы с позиции какого-нибудь современного сторонника СВО попробовать, пообсуждать, потому что, на самом-то деле, проблема с Украиной, да, по крайней мере, как это складывается в речах Владимира Владимировича, ведь она же заключается не только в том, что, ну, ему как-то история Украины, ну, типа, не туда наступила, да, еще и в том, что на Украине разворачивают военные базы, в том числе, и один из аргументов начала СВО, это, собственно, защита от этих самых военных баз, получается, вот, можно через это пробовать, рулить, а диалектический материалин, здесь вообще, как бы, ее, ну, ну, просто альтернативная позиция, просто озвучить ее недостаточно. В общем, а вы мне? Причем, мне очень понравилось, когда она начинает рассказывать, что, значит, они вот хотят, точнее, Путин хочет, так как он советский человек, значит, вот он тоже вот эту агрессию во внешней политике проявляет, вот, и вот эти штампы про плохой западный капитализм, он, значит, там транслирует все дела, да, чего ты, черт, поберенесешь, да, да, будь у наших власть, имущих, возможность влиться в золотой миллиард, они бы там уже первой в очереди стояли. И тут знаете что-то? Ну, просто Россиюшка и российские капиталисты вот в этой иерархии капиталистических хищников являются гребаной периферией, из которой разве что можно выкачивать ресурсы и эксплуатировать их там население. Тут еще очень важный момент, я тут, стоп, а разве наши богатые олигархи и некоторые даже эти не входили в золотой миллиард? Стоп, а разве наши политики не потеряли достаточно большое количество денег на санкциях 2014-2015 годов и, соответственно, вот последних санкций? То есть, разве они не потеряли часть имущества, денег, яхты, которые были вложены за границу? Вообще, на самом деле, мне кажется, основная проблема тут еще заключается в том, что эти коммунисты, они пытаются изобразить наших прекрасных, добрейших политиков, которые пожертвовали своим имуществом, да, в общем-то, ну, невольно, но пожертвовали, как жадных, злых капиталистов, но мы-то на самом деле знаем, что, вот видите, очень многим пришлось пожертвовать этим людям, вот ради СВО получается, да, да, пришлось пожертвовать, вот как-то вот так вот, благородно, благородно это было, благородно. Вот еще одно методически, еще один, еще один аспект, очень связанный, интересный с методикой, феномен Шульман, заметил, значит, смотрите, ну вот, ты же должна, то есть, она, видимо, знаете, когда отвечала, она увидела, что у нее реально какой-то внезапный Гитлер получился, вот, а внезапный Гитлер, он прямо сама испугалась, что у нее такой внезапный получился, вот, да, и когда она рассказывала про Путина, ей нужно было, чтобы не получился внезапный Путин, она, значит, поступила как, она попыталась добавить объективности, что он собирает все нафтяные месторождения, а потом у нее появляется Украина, и проблема все в том, что в Украине нет нефти, то есть, как бы собирать Украину по принципу, что там есть нефть, а в чем проблема в том, что в Украине нет нефти? В чем здесь логическая связка? Она привела пример того, что, соответственно, с одной стороны, вот собирать там нефть, газ и все такое стал бы практически любой правитель, а вот, например, нападать на Украину далеко не каждый. Вот. Вот что она сказала. То есть, она приводила пример с нефтью как показатель того, что, ну, вот это очень вероятное событие, а нападение на Украину менее вероятное событие. То есть, да, собирать ресурсы нефть, вот как-то все централизировать это, вероятно, более вероятно, чем вот что-то другое. Она здесь по вероятностям судит. Я понимаю, что диаматчикам трудно осмыслить такие вещи, да, тут надо как-то тут наука, математика, вероятности, все дела. Вот. Так что в целом-то, в целом-то да, в целом-то да, действительно. Это сложно, это сложно, потому что, ну, понимаете, тезис-антитезис-синтез, и обезьяна может повторять, как говорится. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да. А вот осмыслить все глубже, конечно, да, сложнее. Там считать надо уже, думать, оценивать. С предыдущим тезисом как-то не состыкуется, но тогда появляется внезапный Путин. Чел, ты вообще не понял, что она говорила. Твоя основная проблема заключается в том, что ты просто не понял ее тезиса. Кстати, у тебя что там, буква Z на лбу? Вы видите вот эту штуку? Видите, у него на лбу какая-то вот здесь штука стоит? Как половина буквы Z. Это Гарри Поттер, блядь. Это Гарри Поттер, что ли? Че за хуйня? Блин, Гарри Поттер и Мавзолей Ленина? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот такой Гарри Поттер при коммунизме. Любовь его к украинцам, конечно. То есть, понимаете, вот и... Понешенность на Украине. Да, и понимаете, и вот когда ты слушаешь такие пассажи, у тебя складывается впечатление, что... Ну, то есть, это все плохо. Ну, плохо, что вы хуево тезисы оппонентов слушаете. Вы еще даже стрим назвали Самая умная среди либералов Шульман Вы весь стрим Шульман смотрели? Вопрос Ну да, 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 наверное Да, они весь стрим смотрели Шульман Действительно, это правда Тогда окей, я думал это единственный такой Хайлайт про Шульман здесь, но нет Все-таки нет То есть плохо с методологическим подходом Анализа объективных этих То есть ты просто извергаешь из себя поток сознания Который в единую Стройную систему, как ты сову на глобус Натягиваешь, он не натягивается То есть он натягивается только у тех, кто, открыв рот, слушает тебя Потому что ты Екатерина Шульман У меня, значит, как там Вот ВКонтакте, думаю, все знаете, да Бывают новости, вылезают Не ВКонтакте, а в коммунизме вообще-то Ну как, товарищи там или друзья Ну друзья ВКонтакте пишут там, да, какие-то посты у себя И периодически они тебе продаются Я лет Лет пять назад Вот Я тогда Шульман не слушал, но вот Я ее послушал-то прям детально вот к этому всему И она иногда попадалась И производила на меня жуткое впечатление Потому что очень быстро много верещало Я такого не люблю Вот И, значит, кто-то из вот этих друзей ВКонтакте Которых дыхает Ну да, трудно слушать умных людей Которые могут рассуждать быстро Я понимаю Я понимаю, что когда ты тупой тормоз Очень сложно слушать человека Который рассуждает последовательно, хорошо Да еще и быстро Ты не успеваешь за ним Я понимаю, нет, хотя я не понимаю Я сам просто быстро думаю И быстро слушаю И быстро вообще понимаю И работаю То есть Нет, но Я могу понять, да Я могу понять Убожество конкретного данного индивида Потому что Ну да, это тяжело Это действительно тяжело Это действительно тяжело Девка совок Нет, она веник Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха просто ей верят. Ничего нахрен анализировать не надо. Главное, чтобы говорящая голова Кати Шульман что-то говорила. И people готов схавать абсолютно все. При том, что Катя Шульман, она буквально аргументацию привела, а вы не поняли аргументацию. К сожалению, да, Шульман. Нет, я бы не сказал, что Шульман вообще, знаете, мега-гений, неоспоримый, великий супер-человек, которого реально надо во всем и везде слушать. И действительно у Шульман может быть куча всяких пробелов, аргументации. И, честно говоря, там есть чем поспорить. И по ряду вопросов какой-нибудь Жмелевский, ну, действительно мог бы с ней адекватно поспорить. Но обесценивать Шульман просто потому, что она там либерал и она вам не нравится, ну, это кринж. При всем этом она довольно умный, начитанный человек, знакомый с теми вещами, о которых она в среднем рассуждает. Не всегда, но очень часто. Вот. И она на несколько позиций умнее этих ребят, просто потому, что ну, она озвучила нетривиальные тезисы. Ну, как-то, ну, нетривиальные, нетривиальные. Нормальные тезисы озвучила, да, нормальным, взрослым, научным, в кавычках научным, потому что, ну, история и политология не наука, понятное дело, языком. Она все объяснила, разъяснила, категоризировала. Вот. Все стало понятно, что она имеет в виду. Разбирайте, разбирайте. То есть она сделала все, все, чтобы вы могли разобрать это. Она вам помогла даже. Вы не пытаетесь этого сделать даже. Вы не пытаетесь ее проанализировать, вы выдумываете какую-то свою хуйню. Все, что она говорит. Это как с Кацем, с Варламовым, да вообще, кстати, не обязательно с любым, с любой говорящей головой. В Украине есть газ. Илья пишет. Надо добавить помешанность Путина на газе. Этот аспект отсутствует. Я вообще считаю, что нужно исторические процессы разбирать вот с таких позиций. Например, Гитлер любил пирожное. Так, давайте дальше. Нет, просто мне кажется, что это тоже может быть очень важный аспект. Его помешанность на пироженом, она как-то на мировые процессы влияла. Как Путинская рессия докатилась? Давай. Остаться в истории, как кажется, большим собирателям земель и прочим завоевателям ошибочный расчет, основанный на том, что коллега... Осуждаем слова, собственно, и на агента Екатерина Шульман. Глубочайше осуждаем. Владимир Гельман. Глубочайше. ...недостойным правлением. Авторитарное отключение каналов обратной связи, положительное подкрепление. Начальник уносит те новости, которые он хочет видеть. Снижение качества экспертизы. На основании низкого качества экспертизы принимаются низкого качества решения. А дальше шут пошло не так. Вот это... Аналитика. И самое главное... Это шутц. Это, блядь, шутц. Че-че-то вы хотели? Главное, вы знаете, за всем потоком умных слов ни одного слова, иллюстрирующего экономический процесс. Все, блядь. Ой, опять эти коммунисты с своими экономическими процессами. Как же заебали сектанты тупые, честно говоря. Еще с таким опломбом, как будто бы она должна это делать. То есть у них в секте так принято, у них в секте так принято, и они делают вид, что все так должны делать. Вот это реально кринж. Докажите, почему она должна анализировать в шотсе, в шотсе, в шотсе, в шотсе, в шотсе. Почему она должна в шотсе анализировать экономические процессы? У нее 60 секунд, да, 60 секунд. Почему за 60 секунд она должна была проанализировать эти процессы? Расскажите мне, пожалуйста. В голове. Ну, тогда, Жамик. Они реально как сектанты, они думают, что их постулаты это аксиома. Да, я и говорю, что есть более-менее еще умные коммунисты, которые понимают, что надо аргументировать хоть что-то, да, хоть как-то, хоть как-то надо хоть что-то собственно делать. Эти ребята, они не понимают. Они не понимают, как это работает. У них просто, знаете, пролетарское негодование. Сидят два пролетария необразованных, хуйню какую-то несут, ну и все. Это грустно. Причем, опять же, мне тут задонатили вот этих ребят для того, чтобы показать, а как это у коммунистов работает. Основная проблема заключается в том, что это не коммунисты скорее. Ну, это не просто не коммунисты, это быдло коммунисты. То есть, это не представители интеллектуального марксизма какого-то. Это просто какие-то обоссанные стримеры, которым нравится коммунизм и все. То есть, опять же, да, когда меня спросят, а как христиане относятся к этому, к этому, к этому, я скорее буду пытаться отвечать на то, как к этому относятся какие-то интеллектуальные христиане, насколько я это понимаю, потому что я не христианин и не могу, соответственно, за христиан отвечать. С коммунистами так же, да, у меня есть некоторые представления о коммунизме, я могу отвечать так, как мне кажется, будут отвечать интеллектуальные представители коммунизма, но это не интеллектуальные представители коммунизма, это просто какие-то рандомные, низкосортные, низкоуровневые сектанты, которые не шарят. Вот. Как-то так. Вот эти каналы перекрыты, и принятие управленческих решений, не понять... Вы представляете, я... Да-да-да-да-да, низкоуровневые адепты. Вот. С ее слов, я думаю, что знаете, что... Вот кто-то у нас спросил про Вархаммер. Да, наверное, это Вархаммер 40 тысяч, потому что Путин, он в данном контексте похож на бога императора, который силой своей мысли и прикосновением рук способен вылечить как-то душу бога машины. Вот как-то так. Он настолько могуществен, что... Ну, к сожалению, все-таки, да, коммунизм очень сильно страдает от того, что любой пролетарий может высказать свою позицию, завести канал, его кто-то реально будет слушать. На фоне всех вот этих вот гениев, какой-нибудь там Вектор, какой-нибудь... Как его зовут? Рудой. Ну, они кажутся реально гениями, потому что хотя бы у Рудова там, и у Вектора у них хотя бы образование есть. У Вектора философское образование, он за философию коммунизма хоть что-то может сказать. Ну, и, соответственно, у Рудова историческое образование, и он, ну... Есть у него проблемки с анализом. У него есть проблемки с анализом. Но при этом он, как бы... Ну, он не глупый человек в целом. Он не глупый человек в целом. Он прошел отбор в целом неплохой, да, собственно, учебный. Плюс-минус хоть что-то интересное он может сказать и поспорить. Хотя плюс-минус проиграл Егору Погрому на дебатах. Это еще надо постараться, конечно, проиграть Егору Погрому. Когда у тебя высшее образование, у твоего оппонента, блядь, ну... Единственное, что он добился, это как бы... Нырнул бомбочкой, блядь! Это действительно надо очень сильно постараться, чтобы ему проиграть. Как-то так. Его силы мыслей, миропонимание, мироощущение вполне достаточно, чтобы менять мироздание. Нам всем с вами повезло, потому что у нас такой президент, по мнению Шульман. Вячеслав пишет. Передайте Кате большой привет из тульского психоневрологического диспансера. Мы очень гордимся успехами Кати. Главврач распорядился ее кровать не перестилать. Катя, мы тебя ждем. Ну, в общем, черный юморочек такой, но смешно. Это такая хуйня, знаете, когда вы в секте свои сидите, и вам нужно как бы унизить позицию оппонента каким-то образом, и вы берете какие-то тупые, несмешные шутки, вы вместе смеетесь, чтобы просто поддержать, ну, соответственно, свою уверенность в правоте и показать смехотворность оппонента. Ну, вот, например, знаете... Ой, смотрите, это девушка-давалка! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Блядь, понятное дело, никому из вас не смешно. И мне даже не смешно. Но если бы мы все их хейтили и ненавидели, мы бы такие ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кстати, про Гарри Поттера хорошая шутка была, на мой взгляд, потому что вот эта зетка, она забавная. Но я не думаю, не хотелось бы, да, но, в общем... Остановить время, помешать, естественно, смене поколений. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Заставить людей все это размножаться, чтобы не старейте! Нет, они тормозят советской... Одна... Что-то не понимаю. Советская... Она проходит, ее нужно остановить, нужно... Нужно остановить. Нужно... Ну, кстати, я не исключаю еще того варианта, что те характеристики, которые Шульман озвучила, они основываются на хоть каких-то там социологических исследованиях. Многие вещи, которые она воспроизводит, так или иначе, действительно, ну, на чем-то основаны. Как минимум. Да, все это можно оспорить. Можно вообще нырять и в те статьи, на которые она опирается, можно их критиковать. Вот. Понимаете, в чем дело? Ну, просто, да, скорее всего, за каждым пунктом, который она перечислила, ну, наверное, одна-две научных каких-то, ну, научных социологических статьи будет, наверное, я предполагаю. Может быть, не под всеми пунктами, но хотя бы под половиной. Потому что я помню, она приводила примеры исследований социологических, вот, насчет некоторых из этих пунктов. Это, конечно, не значит, что она на 100% права и что эти пункты имеют место, но все-таки. Это эти процессы. Надо изобрести сыворотку советскости, и когда из тебя начинает выходить какое-то количество в процентах соотношений с советскостью, тебе должны ее вкалывать, чтобы она советскость тебе продолжала держаться. Кстати, мы так вначале не сказали, что Шульман это инагент, и вся информация, которая озвучена ей, эта информация озвучена иностранным агентом, Шульман Екатериной какой-то в ней. Да. Ну, давайте парочку еще, значит, чтобы даже не знать, что включить, понимаете, вот давайте так, хорошо, давайте, вот нам нужна формула. Мы хотим, мы хотим, нет, мы хотим демократию. Завтра. Правильно, завтра. Так. Допустим, допустим, просто хотим. Я хочу сегодня. Какую-то демократию по западному образцу. Демократичную. Демократичную хотим, да, все свободы хотим. Демократичную демократию. Хотим там, свободу собраний, печати, все вот эту вот тему, это нам надо. Так. Допустим, что нас не интересует экономика. Допустим. В смысле не интересует? По-моему, представители всяких демократических государств вполне так интересует экономика. и кажется, соответственно, эта экономика, она, ну, как бы является очень важной для демократических государств. Нет? и я напоминаю, что экономика демократических государств была лучше, чем коммунистических. Обидно, наверное, да, но лидеры, лидирующие страны, они неожиданно с демократической экономикой, с демократическим устройством общества, да, а более-менее отсталые страны, ну, вот такое. Немножко отстают. Ну, как немножко? Иногда очень сильно отстают. По уровню жизни, доходов, там, и так далее, и так далее, и так далее. И отставали, что самое главное, в то время. В то время тоже отставали. И сейчас отстают. Упси. Не, экономика, безусловно, для любого строя важна. Но так вот исторически складывается, да, что вот эти коммунисты, они же цепляются за экономику, политэкономию, и всю такую хуйню, потому что у них, ну, это в методичке так написано. Но где эти коммунистические страны сейчас? Ну, да. Все, хотим выборы и хотим свободы. И демократия. Вот это мы хотим. Сейчас нам расскажут, как этого достичь. Давайте. Все, мы готовы, мы готовы, мы записываем. Мы... Все, кто не записывает, достань, сядь, наберите больше, воздуха в грудь, сядьте, записывайте, достаньте... Ой, подожди, не... Не, просто, мне кажется, коммунисты... Ну, давайте, все, время закончилось, но я скажу последнюю мысль. Коммунисты немножко забывают, что они на самом деле находятся в слабой позиции. И они никого, ну, они ни одного здорового, нормального человека, умственно полноценного, убедить не смогут. И в этом заключается проблема, да. То есть, для коммунистов, особенно умственно полноценных коммунистов, важно, важно понять одну простую, очень легкую идею. Они исходят из слабой позиции. Те тренды, которые были намечены, в общем-то, диалектическим материализмом в 20-м веке, сейчас и в науке, и в разных других исследовательских областях, они устарели. То есть, их тренды не являются доминирующими в мировой, ну, в кавычках, скажем, науке, там, социальной науке, там, политической науке и так далее, да. То есть, уже это надо понять и принять. И для того, чтобы вернуть свой тренд хотя бы, нужно затратить очень много усилий. А коммунисты исходят в среднем из того, что все нормально, все заебись, ничего не изменилось, все хорошо, все классно. Наша позиция единственная-единственная, единственная верная из всех возможных. А позиции оппонентов даже не заслуживают обсуждения. При том, что на самом деле они в слабой позиции. То есть, их тезис сейчас, вот, да, по общемировому признанию, большинства исследователей, их тезисы, которые, те тезисы, которым они следуют, они являются, ну, маловероятными, так скажем, как минимум. Либо даже иногда опровергнутыми. А те методологии, которые используют коммунисты, ну, нарксисты, диалектические материалисты внутри тех или иных дисциплин, например, психологии, социологии, политологии, не являются доминирующими на данный момент. Коммунистам, наконец-то, надо понять вот эту вот простую проблему, да, то, что они не могут говорить с позиции сильного на данный момент, по крайней мере. Они не являются представителями позиции сильного, они не могут навязывать нам какие-то свои аксиомы, вот. У них нету риторической какой-то силы, какой-то мегаубедительности, они ее потеряли. То есть, в Советском Союзе, да, была тотальная убедительность Советского Союза по ряду причин, да, тотальная убедительность коммунизма, ну, потому что он был как бы у власти, получается, да, коммунисты были у власти, но сейчас у них просто нету тотального преимущества над головами людей, над умами, над сердцами. И да, в таких, в таком положении неожиданно, да, желательно слушать своих оппонентов. Серьезно, надо слушать своих оппонентов. Это всякие там сиентисты, догматики могут себе позволить не слушать оппонентов, все это, в общем-то, на это забьют. Стрим скоро закончится, и мы пойдем на гудгейм, там про Йозефа Менгеле будет, осуждаем. Вот. Но именно в этом и заключается проблема. И слабые позиции, вы должны быть очень внимательны, вы должны быть внимательны к своей аргументации, к подходам к этой аргументации, вы должны слушать оппонентов, и, может быть, тогда вы будете двигаться к успеху, вы будете понимать, что у вас есть какие-то слабости, их надо исправлять, вы будете понимать, что, как бы, с оппонентами надо взаимодействовать, не просто их, типа, ко-ко-ко, блядь, овнить, да, как бы, просто рандомно овнить своих оппонентов, а именно побеждать их в дискуссиях, выглядеть более выгодно в дискуссиях, чем ваши оппоненты, и риторически, и аргументативно желательно. И тогда, может быть, может быть, мы будем двигаться к прекрасному, замечательному коммунизму, светлому, хорошему. То есть, я не против коммунистов, я не против коммунистов, я против того, чтобы коммунисты видели себя единственным возможным вариантом решения всех проблем вокруг, да, вот, потому что альтернативных методов решения огромное количество, и к этим оппонентам, особенно тем оппонентам, которые сейчас более популярны, более сильны, и даже более аргументативны, чем коммунисты, надо относиться серьезно, иначе коммунизм сдохнет, ну, просто сдохнет, как бы. Рано или поздно, вот все вот эти вот шизики, они отомрут, и все, коммунизма не будет, это нужно не мне, да, это хорошая аргументация от коммунистов, она мне не нужна, мне плевать на коммунистов, она нужна им самим, но, к сожалению, фанатики этого не понимают.